Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами договаривались, что раз в месяц я буду отвечать на топ-5 ваших вопросов ко мне. Топ-5 это самые сложные и интересные вопросы, заставленных вами в комментариях. И сегодня я попытаюсь ответить на них. Кто, по вашему мнению, отвечает за подброшенные Голунову наркотики и что будет дальше? Для тех, кто не до конца следит за этим делом, Иван Голунов это журналист издания «Медузы». Он специализируется на расследованиях. Одно из его расследований не понравилось настолько, что проблему журналистам попытались решить, подбросив наркотики. Общественности журналисты выступили в его поддержку и в результате выяснилось, что на наркотиках не оказалось его ДНК, не оказалось его отпечатков. На руках и в крови не обнаружили следов запрещенных веществ. В общем, после снятия обвинения из Голунова своей должности потеряли два генерала МВД. А несколько оперативников и их непосредственное начальство, скорее всего, пойдут под суд. Вроде бы все хорошо и справедливость восторжествовала. Но вопрос в том, а кто же заказчик всего этого дела? Ведь у полицейских не было никакого своего мотива, чтобы подкидывать наркотики, в общем, достаточно известному человеку. Зная наши органы, понимаешь, подкинуть наркотики в таком случае могли или за деньги, или по настоятельной просьбе. Судя по тому, насколько небрежно все было сделано, оперативникам не платили, а просто попросили. Попросил тот, кому нельзя отказать, и тот, кто прикроет небрежную работу. И вот здесь вариантов очень немного, поэтому почти сразу Голунов назвал вероятных заказчиков уголовного дела. Это два высокопоставленных сотрудника управления МВД ФСБ по Москве и области. Начальник управления генерал Дорофеев и его помощник Медоев. Два ФСБшника крышуют похоронную отрасль в московском регионе. И расследования Голунова мешали этому многомиллиардному бизнесу. Что будет происходить дальше? Скорее всего, полицейские пойдут под суд и получат приговора. Может быть жесткие, может быть нет. Это дело стало слишком громким, чтобы его спустить на тормозах. Но это в отношении исполнителей. Что же касается ФСБшников, то есть шансы, что их отмажут от этой истории. Уже очевидно, что брошены большие силы, чтобы их оттуда вытащить. Поэтому мой прогноз – приговор для оперативников, непосредственно фальсифицировавших дело, и какие-нибудь мягкие последствия для реальных заказчиков дела из ФСБ по Москве и Московской области. Мягкие – это максимум перевод на другую должность. В этой истории мы должны сделать двойной вывод. Вывод для полиции. Не ведитесь на незаконные просьбы ФСБшников. Станьте крайними, и никто отмазывать не будет. Ну, а для общества вывод такой. Никто, кроме нас, расследовать делишки ФСБ не собирается. Так что придется все делать самим. Как, на ваш взгляд, следует поступить с сестрами Хачатурян? Ведь это очень сложная ситуация, где жертвы одновременно являются убийцами. Громкая и страшная история. 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян – Мария, Ангелина и Кристина – убили своего отца – Михаила Хачатуряна. Убили в ответ на длившиеся годами насилие и издевательства с его стороны. Михаил Хачатурян бил, угрожал убийством и насиловал своих дочерей. Он также запрещал им выходить из дома, видеть их мать, которую он тоже из дома выгнал. Мать он тоже избивал, как и сына. Вот такой замечательный человек. В какой-то момент сестры не выдержали и свели счеты с насильником и мучителем. И теперь их судят. Судят за убийство по предварительному сговору. По нашему закону это от 8 до 20 лет. И перед нами, как перед обществом, встает вопрос, как к этому ко всему относиться и что делать. Потому что, с одной стороны, многолетние страдания, унижения, боль, беззащитность сестер Хачатурян. С другой, действительно, налицо состав преступления. Как минимум, это убийство. Я не юрист и из личного опыта достаточно неплохо знаю, как он трактуется, этот самый уголовный кодекс и какая у нас правоприменительная практика. Я не уверен, что здесь может быть применено законодательство о праве на самооборону. Скорее, самосуд. Получается, что наше понимание справедливости вступает в противоречие с законом. С точки зрения закона, девушки должны были пойти в полицию. Если полиция бездействует, подать жалобу в прокуратуру и выждать процессуальные сроки. А все это время им надо жить в квартире с насильником, который к тому же дружит с участковым. И поэтому о жалобе будет прекрасно знать. Мы все, я имею ввиду нормальных людей, выступаем за правовое государство. Но прямое следование буквы закона не всегда означает право, как оно его не означает в данном конкретном случае. Для таких случаев при независимом правосудии существуют два варианта. Суд присяжных и усмотрение судьи. Присяжные применяют право справедливости. Судья может назначить наказание ниже низшего и сделать его условным. Как решится вопрос в отсутствии независимого суда? Нам предстоит увидеть. Интересно будет услышать мнение о пенсионной реформе и, возможно, ее модели. Спасибо. Пенсии в нашей стране это болезненная и важная тема для всех. Президенты правительства пытаются убедить, что альтернативы повышению пенсионного возраста не было и нет. Это не совсем так. Даже в нынешней экономической ситуации пенсионная система могла бы обойтись без повышения пенсионного возраста. Достаточно было разобраться уж со всеми выпиющими случаями воровства и неэффективности. Давайте изучим бюджет Роскосмоса, инвестпрограмму Газпрома или структуру кредитов Роснефти. Любой специалист легко найдет триллион в год для пенсионеров. Мировой банк в своем докладе предлагал иной вариант прохождения демографической ямы, которой так опасается наше правительство, через увеличение государственных заимствований до вполне умеренных 40%. Но это требовало бы восстановления отношений с Западом. А Кремлю такое не подходит. Если говорить более системно, то в нашей стране рентные доходы от нефтегаза вполне соответствуют расходам пенсионной системы. Это всего лишь значит, что можно напрямую передавать эти самые рентные доходы на индивидуальные счета граждан. Вместо того, чтобы отдавать их на дурацкие проекты Ковальчуков, Артенбергов, на разных Осадов и Мадур. И к моменту ямы вопрос был бы закрыт. Ну а та вот прилипающая к вороватым ручкам 15% разница дала бы необходимый прирост для индексации пенсии. Да, пенсионный возраст поднимают все страны. Но делают это тогда, когда ожидаемое дожитие на пенсии значительно превышает 15 лет, а не 3-5, как у нас. Ну, во всяком случае, для мужчин. Да и пенсии-то там другие. Что там в Грузии происходит? Расскажите, пожалуйста, ничего не понятно. Ну, если очень коротко, то дело было так. Кремлю, похоже, потребовалась провокация. Ну, или, я не знаю, они вообще лишились мозгов, и поэтому отправили в Грузию делегацию конченных дебилов. Российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов, проводя заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия, очень любопытно, сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вот при всей истории наших взаимоотношений. Грузинские оппозиционные парламентарии возмутились этим событием, посчитав это оскорблением. Это привело к политическим манифестациям в Белисси. Митингующие требовали отставки грузинских властей и вступили в столкновение полиции. Депутата Гаврилова эвакуировали из Грузии под охраной. Путин объявил Грузию опасной для российских туристов страной и запретил авиасообщения между государствами. Митингующие в Грузии стали протестовать против российской внешней политики. Роспотребнадзор привычно заявил об ухудшении качества грузинского вина. Самое интересное, что все происходящее на самом деле не связано с отношением между странами. Антироссийские и антипутинские выступления в Грузии являются элементами их внутренней политики. Оппозиционные силы используют близость грузинских властей к путинскому режиму для их компрометации в глазах избирателей. Ну и справедливо, конечно. Озлобленные потери Абхазии и Южной Осетии общества охотно, опять же, по понятным причинам и достаточно резко реагируют. И причина и цель происходящего другая, она внутриполитическая ситуация. И изменение этой самой внутриполитической ситуации в самой Грузии. А что происходит у нас? У нас Путин до смерти боится всяческих революций и политических выступлений в соседних странах. Ну, как боятся инфекции. А еще у него сильно упал рейтинг. Поэтому, когда где-то оппозиция показывает силу, он реагирует судорожно. Предсказуемо создавая из свободных людей образ врага. Ну, такой, знаете, средневековый жандарм. Так было в Украине, так было в Сирии, так было в Венесуэле. Каждый раз, когда Путин начинает воевать с соседями, ну, или с офим миром, то крайними оказываются российские граждане. Вот сейчас Путин оставил без летнего отдыха полтора миллиона россиян, которые намеревались провести отпуск в Грузии. Ну, конечно, доставил удовольствие себе. А, Михаил, вопрос у нас один. Как ускорить падение путинского режима? Очень сложный вопрос. Реально сложный. Поэтому я его выбрал. Я считаю, что наши возможности в этом направлении, к сожалению, достаточно ограничены. Более того, сам режим сделает для этого гораздо больше, чем сможем мы с вами. На мой взгляд, наша задача должна быть сформулирована чуть по-иному. Как не допустить смены одного Путина, которого я лично надеюсь пережить, на другого, которого мое поколение вряд ли переживет. Как нам при смене власти не остаться на тех же рельсах авторитаризма? Вот это очень сложно. Потому что легче всего будет заменить Путина на другого лидера, молодого, прогрессивного, демократического, ну или во всяком случае выглядящего так, который неминуемо станет таким же Путиным при сохранении самодержавной системы. Чтобы этого не допустить, нужны другая парламентско-президентская модель власти, другая политическая культура, культура коалиции вместо культуры единого лидерства. Нужны ряд независимых, опирающихся на собственный электорат политических лидеров. Ну вот, собственно говоря, этим я и занимаюсь. Я создаю условия для ухода страны с авторитарной орбиты. Но чтобы это реально произошло, нужна помощь граждан. Без граждан никак. Ваша помощь в поддержке молодых и новых политиков. Ваша помощь в формировании по-настоящему избранных органов власти, пускай пока на низком уровне. Ваша помощь по участию во всех аспектах политической жизни. И это совсем не сложно. Часто для участия в политической жизни вам не нужно рисковать. Не нужно идти на баррикады. Например, 8 сентября в Москве состоятся выборы в Мосгордуму. И вот, знаете, самым сложным для независимых кандидатов является не победить кандидата от власти в день выборов. Нет. Это вот сейчас происходит само собой. Кандидаты от власти всегда проигрывают. А надо быть просто зарегистрированным. Ведь для этого надо собрать подписи. Много подписей. Запретительно много. Для этого все и сделано, чтобы не пропустить реальных кандидатов. А в Москве люди живут не по прописке. Много работают, ценят свое время. И поэтому на выборах год от года только единороссы и друзья мэрии. Им-то ведь не проблема нарисовать подписи. Поэтому наше участие в выборах – это не просто выставлять кандидатов. Это помогать тем, которые решились пойти на выборы. В Москве наш проект «Объединенные демократы» открыл пять дополнительных мест сбора подписей. Адреса и время работы на экране. Хотите ускорить падение режима? Хотите, чтобы власть после Путина поменялась в лучшую, а не худшую сторону? Хотите в конце концов сделать, ну, просто мне подарок на день рождения? Вот оно мне завтра. Приходите по этим адресам и оставьте свою подпись за одного из независимых кандидатов. А мы собираем подписи для большинства независимых кандидатов. Это ведь совсем не сложно. Но это реальное участие в политике и будущем страны. Спасибо. Присылайте ваши вопросы. И через месяц снова увидимся в рубрике «Ток-5». Всего вам хорошего, друзья. Продолжение следует...